здравствуйте дорогие друзья с вами на связи андрей гавришин и в этом видеоролике мы с вами приобретем домен и так вот здесь мы с вами находимся сейчас на сайте bigot.com в этом разделе мы с вами покупали хостинг а вот здесь мы сможем с вами приобрести домен значит домен стоит 179 рублей поэтому соответственно вам нужно будет убедиться что у вас вашем аккаунте эти деньги есть как я говорил если вы при покупке хостинга оплатили за минимум за полгода или за год то вам волноваться не о чем если же нет то вам нужно соответственно будет пополнить ваш баланс на 179 рублей и давайте мы с вами перейдем в наш хостинг то есть вам нужно зайти на sp. bigot.com и нажать ввести ваш логин и пароль и нажать войти все мы с вами вошли вы видите что у меня здесь больше 179 рублей поэтому соответственно этого будет достаточно чтобы приобрести домен дальше соответственно мы переходим с вами в домены и вот здесь нам нужно перейти зарегистрировать домен и ввести разные варианты доменов которые мы с вами хотим зарегистрировать чтобы проверить свободны они или нет если раньше достаточно долго объяснял как выбрать домен то в принципе сейчас самый лучший вариант это если вы выберете в качестве домена ваше имя и или фамилия или фамилия имя это нужно для того чтобы вы все-таки больше раскручивали свой бренд а не какой-то другой и при случае если вы хотите сменить род деятельности то это вам как бы не помешает и вы всегда можете оставить вот этот свой же раскрученный домен который будет иметь уже некую историю и будет лучше как бы ранжироваться в поисковой системе если же вы будете регистрировать потом новый домен то вам его нужно будет заново как бы раскручивать и он будет абсолютно новость соответственно он будет хуже выдаваться в поисковой системе поэтому используйте лучше ваше имя и фамилию чтобы раскручивать себя потому что под этим брендом вы можете вести абсолютно любой проект и делать то что вы захотите потому что если например вы возьмете какой-то домен не знаю там какая-то компания точка ру то вдруг под какой-то причине вы или компания исчезла или вы решили чем-то другим заняться то вы уже это доменное имя использовать не сможете вам придется регистрировать новое доменное имя поэтому давайте мы сейчас проверим несколько имен чтобы посмотреть как это происходит итак возьму свое доменное имя вводим сюда доменное имя нажимаем продолжить сейчас он его проверит и ведь он такой домен уже зарегистрирован то есть мы не можем зарегистрировать домен то же самое мы можем попробовать сделать и наоборот гавришин андрей этот домен тоже занят ну и так далее ну я возьму для примера доменное имя а гавришин точка ру нажимаем проверить и вы видите что этот домен свободен и мы сразу перешли к заполнению формы давайте теперь заполним форму первое что нам нужно выбрать это чтобы вас было физическое лицо или п и дальше мы начинаем заполнять вводим все по порядку и так вводим фамилию имя отчество вы видите что у вас вводится на английском языке и нужно исправить если что какие-то буквы неправильно вот у меня например в конце на английском стоит вай поэтому нужно поставить здесь вай обратите на это внимание как у вас в загранпаспорте написано также и лучше всего написать здесь дальше вводим серию номер паспорта будете все подряд он сам у вас сделать пробел где нужно тоже обратите внимание на дату что сначала идет год потом идет месяц потом день внизу на самом деле там все подписано все форматы все что нужно здесь все есть поэтому ничего сложного здесь нет просто вводите все данные так как это должно быть все после того как вы все здесь ввели нажимаем продолжить и вот здесь там где был регион область край штат нужно обязательно заполнить неважно даже если у вас нету области как вот у меня например москва вроде как области нету но все равно нужно написать москва иначе как видите не дает пройти дальше регистрацию поэтому просто пишите москва еще раз и вот здесь вот где и мэйл дополнительные имейлы и кто же нужно вписать как минимум один еще дополнительный имейл нужно вписать если как бы у вас нету на что можете зарегистрировать либо попробовать ввести тот же самый мэйл и теперь нажимаем продолжить все что нужно было мы заполнили теперь нам нужно проверить данные которые мы внесли проверяем все данные которые мы внесли можете проверить у здесь где домен а говоришь он точка ру чтобы правильно все написано потом проверяйте все данные если все нормально то нажимаем зарегистрировать все увидите появилось нам сообщение что заявка на регистрацию домена успешно добавлено ждем какое-то время вам придет смс вы видите что деньги сразу списали 179 рублей баланса теперь если мы перейдем в домены то вы видите что вот этот наш домен который мы зарегистрировали он находится в статусе регистрируется нет информации потому что он еще не зарегистрирован как когда его зарегистрировали здесь будет стоять срок до какой даты будет действовать регистрация потом его нужно будет продлять еще на год ну вот в принципе все что я хотел рассказать в этом уроке большое спасибо за внимание и до встречи в следующем видео м м м Продолжение следует...